Харе Кришна, доброе утро, дорогие предные, с праздником вас, днём явления Господа Нитиананды. Для меня это такая огромная честь, в такой день служить вам, поделиться с вами какими-то вот некоторыми пониманиями, некоторыми реализациями, размышлениями на тему явления Господа Нитиананды, поделиться о важности этого праздника, о удивительных качествах, рассказать о удивительных качествах Господа Нитиананды. И мы возьмём за основу, я не стал как бы нарушать традицию, у нас сегодня утренний Бхагават, поэтому, и при том стих очень как раз оказался в тему, в тему как раз этого праздника, и можно его очень связать очень легко. Итак, мы начнём наш Бхагават. Ой, я постараюсь, Господи, у меня, я не знаю, сколько у меня тут материалов накопилось, пока я готовился, думаю, у меня тут, ну, постараюсь не затянуть, постараюсь дать возможность преданным всё-таки пойти на работу, чтобы это, постараюсь, по крайней мере, как-то всё это вложить, достаточно компактно пытаться сделать, хотя у меня материалов, не знаю, ну, наверное, часа на два, на три, но мы не будем, я сразу не хочу пугать вас, мы постараемся это всё сделать гораздо быстрее. Итак, Омнамо Бхагавате Васудэйвая, Омнамо Бхагавате Васудэйвая, Омнамо Бхагавате Васудэйвая, Наранам, Намаскрытам, Нарам, Чейва, Наротамам, Дэвимсарасватим, Вясам, Татоджая, Мудирэйв, Нашта, Прэшавадрэшу, Нитям, Бхагавате Васудэйвая, Бхагаватеутамошлок, Эпакти, Бхабате, Нэштики, Идам, Бхагаватам, Намапуранам, Бхрамасамитам, Утамошлок, Ачуритам, Чакура, Бхагаванрюши, Нишрясайлок, Асяданям, Свастина, Маха. Итак, мы продолжаем читать 16 главу первой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Как Махарадж Брикшит встретил век Кали». Текст у нас сегодня 25-й. Я прочитаю стих на санскрите. Перевод. Божество Земли в облике коровы так ответило о лицетворению принципов религий в облике быка. О, Дарма, ты узнаешь все, о чем спрашивал меня. Я постараюсь ответить на твои вопросы. Когда-то ты тоже опирался на четыре ноги и по милости Господа увеличивал счастье всей Вселенной. Комментарии Шраправпады. Принципы религии, установленные самим Господом, осуществляют эти законы Дармараджи и Ямараджи. В Сати-югу действовали все эти принципы. В Третьей-югу они сократились на одну четверть, в Два-пара-югу наполовину, а в Кали-югу действует лишь одна четверть религиозных принципов. Но и эта часть постепенно сходит на нет, и тогда происходит опустошение. Счастье мира зависит от того, насколько соблюдаются принципы религии, как индивидуально, так и коллективно. Высшая доблесть соблюдает принципы, несмотря ни на какие препятствия. Так человек может быть счастлив в течение этой жизни и, в конце концов, вернуться к Богу. Комментарий Шраправпады заканчивается. Я еще раз прочитаю текст на санскрите, перевод. Божество земли в облике коровы, так ответило о листворению принципов религии в облике быка. О, Дарма, ты узнаешь все, о чем спрашивал меня. Я постараюсь ответить на твои вопросы. Когда-то ты тоже опирался на четыре ноги и, по милости Господа, увеличивал счастье всей вселенной. Комментарий Шраправпады заканчивается. Комментарий Шраправпады заканчивается. Комментарий Шраправпады заканчивается. Встретил век Кали. И вот это начало века Кали знаменуется историей, как о листворении Дхармы встречается с олистворением земли. Олистворение Дхармы в облике быка встречается с олистворением земли в облике коровы. И суток Господа описывает эту встречу, которая произошла между ними в самом начале века Кали. И мы видим, как олистворение Дхармы обращалось к олистворению земли в облике коровы. И спрашивала вопросов, в чем причина скорби, в чем причина страданий, которые она испытывает. И он видел вот это нездоровое состояние ее, нездоровое состояние земли. И поэтому он видел, какое горе испытывает земля. И он спрашивает ее, в чем причина твоих страданий, в чем причина твоих несчастья. Поведай же мне о причине своих страданий. И олистворение земли начинает отвечать на вопросы Дхармы. И с самого начала своего ответа оно косвенно указывает на причину своей скорби и страданий. И оно говорит о том, что это та же самая причина, почему само олистворение религии, Дхармы в облике БК пребывает тоже в печальном положении. Он тоже говорит, спасибо тебе, конечно, вот ты задаешь мне вопросы, но причина моей печали, причина моих страданий та же самая, из-за которой ты пребываешь тоже в очень печальном положении. И она говорит об этом. Она говорит о том, что же было источником. Она сразу указывает косвенно образом, говорит, прямо говорит, что было для них источником их счастья. Она говорит, когда ты тоже опирался на четыре ноги по милости Бога, увеличило счастье всей вселенной. Она сразу указывает, милость Бога, оно было источником счастья, твоего счастья и было источником моего счастья. И поэтому в следующем стихе она прямо назовет причину скорби. Господь Кришна уже закончил свои трансцендентные игры на этой земле, а в его отсутствии в век Кали распространился на свое влияние повсюду. И мне очень грустно видеть эти условия существования. Вот она говорит, она сразу же отвечает на этот вопрос. Милость Кришны. Она лишилась милости Кришны, который был источником счастья, как для нее самой, так и для олицетворения Дхармы в облике Бога, который увеличил счастье всей планеты, всей Земли. И вот мы видим, эта встреча произошла в самом начале Кали-юги. На дворе уже более 5000 лет существования Кали-юги. Мы видим, буквально всего лишь 5000 лет прошло. Из 427 тысяч лет, 432 тысяч лет Кали-юги. И мы видим, в каких условиях уже живет сейчас человечество. Земля, олицетворение Земли и Бхоми, она скорбит, она пребывает в печали, она видит ей больно видеть, грустно видеть, в каких условиях существования пребывает Земля. Это только было начало. Сейчас 5000 лет прошло. По сути дела, это тоже начало. Но мы видим, какие глобальные перемены прошли с тех пор. Мы видим, в каких условиях живет человечество, погрязшее в безбожьей грехе. Войны, эпидемии, стихийные бедствия стали постоянными спутниками нашей жизни. К ним добавляются еще различные политические и социальные кризисы и многие-многие другие кризисы. Мы постоянно получаем это из новостей. Мы видим мир просто, особенно сейчас, последние годы просто, в эти последние годы, прошедшиеся, связанные с пандемией коронавируса. Он просто всколыхнулся в эти проблемы, назревшие в этом обществе, на этой планете, в человечестве. То есть даже новости не хочется включать. Никаких хороших сообщений нет. Постоянно что-то происходит. Думают, ну вот вроде бы уже все должно. Когда наступит облегчение, когда наступит спокойствие? Нет. Где-то завалилось снегом, где-то что-то еще происходит. Где-то эпидемия, где-то штормы, где-то что-то еще происходит. Уже третью волну предрекают нам пандемии. И вроде думаешь, конца и края там у них. Пропадок в комментарии к этому стиху дает очень важные слова. Говорит очень важные слова. Он дает рецепт, как можно вылечить это нездоровое человеческое общество. Как можно вернуть счастье, благополучие, процветание в мир. Мы видим, как многие страны, лидеры общества, ООН, различные организации бьются над проблемами человечества и пытаются их решить. Но Пропадок дает здесь в комментарии простую формулу счастья. Он говорит, счастье мира зависит от того, насколько соблюдаются принципы религии. Как индивидуально, так и коллективно. Высшая доблесть, соблюдать принципы, не смотря на никакие препятствия. Так человек может быть счастлив в течение этой жизни и в конце концов вернуться к Богу. И мы видим, что человечество в настоящее время совершенно утратило понимание этих глубинных вселенских принципов счастья и процветания, которых Кришна говорит в Багавадгите. В третьей главе, в десятом стихе он говорит Он говорит, на заре творения Господь, повелитель всех существ, создал людей и полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Кришну и благословил их, сказав, будьте же счастливы, совершая эту яги жертвоприношение, ибо она дарует вам все желаемое, чтобы вы могли жить безбедно и в конце концов обрели освобождение. Комментарий к этому стиху Швапарпаду говорит очень замечательно. Словам говорит, что Господь сотворил материальный мир для того, чтобы живые существа научились совершать яги ради удовлетворения Вишны, что даст им возможность жить счастливо, не зная тревог и нужды, и в конце жизни покинув материальное тело, вакив царства Бога. Таков замысел Бога для блага всех обусловленных душ. Совершая яги, люди постепенно разовьют в себе сознание Кришны и станут во всех отношениях правильными. То есть вот он принцип. И пока Господь, Кришна находился на земле, люди следовали этим принципам. И Кали до какой-то степени мог проявлять свое присутствие лишь в нечестивых поступках Дурятхана или его приспешников. Однако Кришна постоянно подавлял влияние Кали. И до тех пор, пока Кришна был на земле, пока он не покинул планету, Кали не удавалось проявить себе в полную силу. И пока планеты правили такие цари, как Махарадж Прикшит, мы видим, мы будем читать это, вы будете читать в следующей главе, там как раз описывается, как Махарадж Прикшит наказывает о листворении Кали. И вроде бы уже, да, описывается так, когда же началась Кальюга. Кальюга началась как раз во время битвы на Куркшетре, по-моему. Я не помню, Гриста Махарадж как-то точно говорил, когда это началось. То есть Кришна еще был на земле, когда Кали начался, Кальюга началась. Но Кали не мог проявить себя в полную силу, потому что Кришна был на земле. Потом был Махарадж Прикшит, был на земле правил, Юджи Штира Махарадж Юджи Штира. И Кали, когда Махарадж Прикшит захотел наказать Кали, листворение Кали, который как раз измывался над коровой и гваком, он принял прибежище у Махарадж Прикшита и попросил, да, даруй, пожалуйста, мне возможность где-то в своем царстве. Махарадж Прикшит говорит, ну, здесь там, где нарушает четыре регулирующие принципы, употребляет пищу мяса, интоксикация, играет в азартные игры, вступает в незаконные половые отношения, на что Кали сказал, да где такое место я могу найти в твоем царстве? А царство Махарадж Прикшита, это была вся борота Варши, вся земля, вся планета была царством Махарадж Прикшиты, и не было такого места. Сейчас мы не найдем места, где нет вот этих пороков. Трудно найти это место. В те времена невозможно было найти место, где этот порок есть. Представляете, буквально пять тысяч лет прошло, и мы видим, какие колоссальные перемены произошли. Кали говорит, я не знаю, где у тебя такое место, я клочка земли не могу найти. А мы сейчас даже клочка земли праведности, духовности, так трудно найти. Все сквернено, даже святые места сквернены. Даже там, туда Кали проникает. И поэтому, конечно же, Махарадж Прикшит, мы видим в 12-песнищем импактах, там описываются предсказания Кали-юги, там описываются признаки Кали-юги, и в этой главе, там, в 12-песни Махарадж Прикшит спрашивает, что, когда мы с вами, мой господин, после того, как он услышал, это описание этих ужасных признаков Кали-юги, которые сейчас стали для нас явью. Это только начало Кали-юги. Только 5000 лет прошло, из 432 тысяч. Я даже представить трудно, что будет дальше. И услышав такие ужасные описания, Махарадж Прикшит спрашивает, мой господин, как смогут люди Кали-юги избавиться от влияния скверны, скапливающейся в этот век? О, великий мудрец, пожалуйста, объясни мне это. И Шкодевга сам отвечает. Дорогой царь, хотя Кали-юга полна пороков, одно хорошее качество в этой эпохе все же есть. Оно стоит в том, что, просто повторяя Махамантру, Харе Кришне, человек может освободиться от материального рабства и войти в царство Бога. Перечислив вот эти бесконечные изъяны Кали-юги, Калер-доша, океан, недостатков, Шкодевга с вами упоминает ее единственное, запевающее все остальные достоинства. Эко-махагунан. Одно качество Махагунан, обладающий, которое нейтрализует все неблагоприятные проявления этой эпохи, все неблагоприятные качества. Точно так же, как могущественный царь может убить бесчисленное множество преступников. Одно это поразительное духовное качество может уничтожить всю скверну этого века. И переоценить значение этого повторения Махантры Харе Кришна, особенно в этот век деградации, просто невозможно. Поэтому Прабхады говорит, как раз в третьей главе Бакавагиты, в комментариях к стихам, где Господь рекомендует совершать яги, Он говорит, что в нынешний век Кали, ведические писания рекомендует совершать санхиртан и яги, то есть повторять все это имена Бога. И этот трансцендентный метод принес сам на землю Господь Читания, чтобы спасти людей, всех людей, живущих в эту эпоху. Санхиртан и яги и сознание Кришны взаимно дополняют друг друга, Парупада говорит. И он цитирует стих, где упоминается об этом, о Господе читая, он цитирует стих из 11-й песни Шима Багдана, 5-й главы, где говорится, В век Кали все разумные люди будут совершать санхиртан и яги, поклоняясь Господу, который явится на землю в сопрождении своих спутников. На самом деле этот ответ, который, эти слова принадлежат Карабаджи на Муне, который отвечает царю Ними, который спрашивает, в каких обликах, в телах какого цвета Господь приходит в каждую из эпох, под какими именами Он известен в человеческом обществе, и с помощью каких правил и методов люди поклоняются к Нему. Царь Ними спрашивает о методах самосознания в каждую эпоху. Он спрашивает о этих юг-аватарах, которые приходят в каждую югу и устанавливают религиозные принципы, которые необходимо совершать людям, чтобы в конечном итоге стать счастливыми, чтобы достичь успеха жизни. И Карабаджи на Муне отвечает. В Кали и Югу люди будут совершать санкиртаные яги. Господь придет в особой форме, в сопрождении своих спутников, и будет совершать санкиртаные яги, воспевание святого имени. В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющими ими Кришны. Хотя цвет Его тела не темный, это Сам Кришна, и с Ним всегда Его личные спутники, слуги, оружие приближенные. Но по сути дела, дальше Карабаджи на Муне прославляет эту личность Бога, она прославляет Шичитаниум Прабху. Он описывает эту великую личность Махапрабху. Он описывает, «О, ты, Махапуруша, Верховный Личный Бог, склоняюсь перед твоими лотосными стопами, которые являются единственным достойным объектом непрерывной медитации, прославляя Верховного Господа». По сути дела, что Он делает? Он прославляет век Кали. Удивительно, век деградации, в котором мы все с вами живем. Он прославляет Его. Почему? Он говорит, это особое время, особо благоприятное время, потому что является особое воплощение Верховного, особый Господь Махапуруша, изначальный Господь, Верховный Господь, чьи считания Маправулки, чьи лотосные стопы уничтожают невыносимые условия материального существования и щедро исполняют величайшие желания души, желания чистой любви к Богу. Дорогий Господь, Твои лотосные стопы служат прибежищем всех святых мест и всех хранителей тайн и предного служения. Даже великие полубогие, такие как Шивы и Брахма, поклоняются твоим лотосным стопам. Господь и так добр, что стоит кому-то с почтением склониться к твоим лотосным стопам, как ты с радостью становишься защитником такого человека и сострадая, избавляясь от всех невзгод. Просто склониться. Это особый Господь Чайтанин. Как об этом поет Баджат, Лачандастакур, Парамакаруна, Нитайгора Чандра, Сабаватарасара, Шраманикемалананэкандэ. Он говорит, ты Парамакаруна, ты очень милосердный Господь. То есть, суть всех воплощений, даже не просто суть, ты самым милостивый среди всех воплощений Верховного Господа, среди различных экспансий, ватар, которые приходят в этот мир, чтобы спасти был словно души. Я дай дах, я дар мастягу, не рвовать я врата, когда религия приходит в упады, поцаряется безбожие, ты приходишь снова и снова. Ну, а ты самый милостивый среди всех воплощений, потому что, да и Парупада в комментарии к этому стиху, к этому Баджину говорит, когда Кришна приходил, он ставил условия, они ставили какие-то правила. Не так было легко получить спасение из рук Господа. Оставь все виды религии, предайся мне, говорит Господь Кришна. Господь Рамачандр тоже ставит какие-то условия, но Господь читает, говорит, просто кто-то склонится к твоим стопам, и все, ты становишься защитником этого человека. Стой только лишь с почтением склониться. В истину, мой Господь, твой лотосный стоп это надежный корабль, который можно пересечь к тебе на рождение смерти. Поэтому полубоги кланятся тебе, пытаются укрыться у твоих стоп, такие как Брахма и Шива. И очень интересно, он говорит, о, Махапуруша, я поклоняюсь твоим лотосным стопам, ты отказываешься от того, от чего практически невозможно отказаться, богине процветания. Здесь он говорит как раз о том, что Господь читает не принимать сам ясу, а богине процветания со всеми ее богатствами, которые грезят даже великие полубоги. Будучи самым честным из всех, кто идет по пути велики, ты покоряешься проклятию Брахма и отправляешься в лес. Ну, в данном случае, там говорится, эта история описывается, как однажды Брахман Господа Чайтаню, чтобы тот оставил Брахман, который очень был возмущен тем, что его не пускали на Киртан и в дом Шри-Васта-Кури, он проклял Господа Чайтаню, увидев его во время омовения на Ганге, он проклял его. Ты не будешь испытывать счастья в этом семейной жизни, тебе придется оставить ее семью. И Господь Чайтанин сказал, спасибо большое тебе за благословение. Это как раз поможет моей миссии. И дальше Карабаджиному не говорит, движимый, движимый, чистым состраданием, ты, вот это особый момент, это то, что просто делает вот это, вот это воплощение Господа особенным, движимым, чистым состраданием. Ты сам бежишь на помощь падшим, обусловленным душам, которые постоянно страдают в погоне за иллюзорными наслаждениями. И одновременно с этим ищешь сокровище своего сердца Господа Шимасонда. Комментарий как раз к этому стиху приводится в слова Вишиначика Такура, который объясняет слова «Мая Мригам». Он говорит о том, что «Мригам» указывает на «Мригати» разыскивать, находить. Таким образом, слово «Мая Мригам» относится к обусловленному живому существу, который неустанно ищет самые модные разновидности чувственных наслаждений, руководствуясь мирскими представлениями о том, что такое общество, дружба и любовь. Слово «Ан-Давад» указывает на то, что Чайтанима Прабу повсюду бегал за обусловленными душами. Иногда, выражая религиозные дружеские чувства или восторг, он заключал обусловленные души в своей объятии. Но делал это только для того, чтобы, прикоснувшись к им телам, вытащить эти души из океана материального существования и окунуть их в океан экстатической любви к Богу. То есть, сострадание считанима Прабу распространялось на представителей всех каст и рас, вероучений. Поэтому считают самым милостивым и самым щедрым воплощением Бога на Богу охватывания. Вот о чем говорят комментарии. Вишначек такой к этому стиху. То есть, Карабаджинаму не говорит. Представляете, Господь приходит, Он не просто приходит спасать, Он бегает, Он разыскивает. Он бегает за обусловленным душем, чтобы даровать им свою милость. Не души ищут, не йоги, как в прошлые времена. Мистики и прочие праведники отправлялись в поиски Бога. Сам Господь бегает за обусловленными душами, чтобы отдать им сокровища любви к Богу. Когда такое было вообще? Поэтому, Он говорит, о царе, разумные люди в разные эпохи поклоняются в соответствии с соответствующим формам именам Верховного Господа Хари, источника, повеликли всех духовных благ. Но те, кто обладает глубоким познанием Карабаджинаму не говорит, способны по достоинству оценить век Кали. Такие просвещенные души поют хвалу Кали-юги, ибо в эту порочную эпоху человек может очень легко достичь желаемых целей в жизни, просто участвуя в Сан-Киртене. Потому что в комментариях к этому стеклу говорит, потому что именно Кали-югу считается самой лучшей. Это как знаменитая история про Весадева, когда мудрецы, у них возник там спор, возникла дискуссия по поводу, какая эпоха является благоприятной для духовности, для самосознания. И они не могли прийти к выводу Сати-югу, Третта-югу или два пара-югу. В конце концов, они пришли, отправились к Сарасвати, к Шиль-Весадеве, чтобы он разрешил их спор. В это время Весадева совершал омовение в Сарасвати, и они обратились к нему и сказали, пожалуйста, дай нам ответ, какая эпоха является самым лучшим. И он вывез, совершая омовение, то есть окунувшись, он вынурнув из Сарасвати, он говорит, каль-юга. Они не могли поверить, не расслышали, повторили еще раз. И он вышел, снова говорит, каль-юга, каль-юга, почему? Киртан, он не говорит, воистину, для воплощенной души, которые вынуждены скитаться по всему материальному миру, нет лучшего приобретения, чем движение санкиртаной, участвуя в котором, любой может обрести высшее умиротворение и освободиться с круга рождения и смерти. Верховный Господь по природе милосерден, и он с особым милосердием относится к тем, кто, оказавшись в беспомощном положении, всем сердцем предается его лотосам и стопам. Вот очень важный момент, почему именно в каль-юга особенно благословлена, почему именно в каль-югу люди способны воспользоваться этой милостью Бога, особой его щедростью, потому что, кстати, в каль-югу грех, как говорится, комментарий, это неслыханная вещь, поэтому нет мировых войн, голода, чумны, засухи, пандемии, коронавируса, психических недугов и прочих ужасных последствий греховной жизни, хорошо известных жителям Хали-юги. Хотя в каль-югу люди видят в Верховном Господе высшую цель своей жизни и непрерывно поклоняются Ему, строго следуя законам, дхарме, но они не ощущают себя, как говорится в комментариях к этому стиху, не ощущают себя к Богу. Не хватает этого состояния беспомощности. В каль-югу общий уровень жизни настолько низок, правитель настолько порочный, наши тела настолько стерзаны физическими, психическими болезнями, а погибнут настолько легко, что обусловно душам ничего не остается, кроме как громко взывать к святому имени Кришны, моля Его защитить о кошмарах этого века. Таким образом, жалкое, беспомощное положение живых существ в каль-югу подталкивает их тому, чтобы без остатка предаться святому имени. Вот это преимущество, то есть то, что кажется является недостатком, кажется минусом, то есть то, что является, то есть то, что является, ну, будем так, каким-то отрицательным фактором становится, наоборот, положительным, потому что оно становится преимуществом в каль-югу, вот именно жалкое, беспомощное положение, потому что подталкивает их к тому, чтобы без остатка предаться святому имени, вложив в него всю свою надежду и веру. Поэтому калий-юга – лучшая из всех эпох. Поскольку именно в эту эпоху обусловные души окончательно проникаются отвращением к царству иллюзий и полностью предаются святому имени Господа, такое состояние полной предности называется парамам шантим – высшим умиротворением. И Карабаджин ему не подводит итог. Дорогой царь, те, кто живет в сайте-югу и другие эпохи, мечтают родиться в калий-югу, поскольку в этот век будет много преданных Верховного Господа Нарайны. Такие преданы будут появляться повсюду, и особенно их будет много в Южной Индии. Оповедитель людей в калий-югу почти каждый, кто пьет воду из таких святых рек, Дровиде Дейши, Тамар Парни, Критамалы, Паясвени, Благодатный Каверий и Пратичи Маханди, будет чистым сердцем служить Верховной Личности Бога Васудеве. Комментарий к этому стиху – очень интересный момент, говорится, несомненно, люди из сайте-юги продолжают эту тему, осведомлены о тяжелых условиях калий-юги. Они знают, что в этот век материальные трудности подталкивают человеку предаться Верховной Личности Бога и так развить в себе глубочайшую любовь к Богу. Потому, хотя жители сайте-юги более благочестивые, правдивые, невозмутимые, чем люди в других эпохах, тем не менее, они хотят родиться в калий-югу, чтобы изведать вкус чистой любви Кришны. Мы видим то же самое, на самом деле, можем наблюдать в молитвах, по-моему, в 26 главе пятой песни Шиманбанка, в молитве, которая описывается «Слава Брата Варши», где полубоги, полубоги на райских планетах, они прославляют обитателей земных планет и говорят, они мечтают о том, чтобы родиться на земле. Потому что говорят, нам, окруженным вот этим чувством, наслаждениями на райских планетах, очень трудно предаться Верховному Господу, очень трудно служить Верховному Господу. То есть, каким же образом жители сайте-юги, они молятся о том, чтобы родиться в калий-югу, потому что здесь, находясь в таком беспомощном положении, можно изведать настоящий вкус чистой любви Кришны. Никто не может стать возвышенным ващнавом, не общаясь с другими ващнанами. Поэтому Карабаджанаму не говорит, что в калий-югу, несомненно, будет множество ващнавов, поскольку в этот век из-за неблагоприятных условий все остальные ведические методы, кроме повторения святого имени, остаются бесполезными. И для тех, кто хочет общаться с преднами, родится в эту эпоху большая удача. Большая удача. И поэтому в этом удаче калий-юги. Калий-юги в том, что Господь Читами приходит. И Он дает этот метод, благодаря которому можно достичь совершенства. Как-то раз в Читании Читами описывается, когда Господь Читами съел несваренный рис, который дал ему Шхамбара Бармачари, Он после этого подробно объяснил значение стиха из Брехатна Раде Пурана. Он говорит, Век калий-юги воплощение Господа Кришны является в форме святого имени Господа. Махаматра Харе Кришна. Просто благодаря повторению святого имени человек получает возможность непосредственно общаться с Господом. И любой, кто следует этим путем, несомненно, обретает освобождение. Сегодня мы отмечаем День явления Господа Нитиананды. Именно с помощью Господа Нитиананды Господь Читами распространяет это сокровище и любви к Богу, который Он вложил в святые имена. Он отдает приказ Господу Нитиананды проповедовать славу святого имени и совершать Сан-Киртану Яги. Без Него мы можем, в Читании Читами дописываться, до тех пор, пока в Читании Багмати, пока Господь Нитиананды не пришел на Вадвипу, Господь Читания не начинал свою миссию. Он не совершал Сан-Киртану Яги, потому что понимал, что именно Господь Нитиананды, Господь Баларама, это тот, кто, исполненный духовного силы, способен выполнить Его приказ. Это сам Господь, это Его воплощение, это Его экспансия, первая экспансия, который пребывает на страниц служения, который устраивает все игры Господа, которые служат этим играм Господа, которые помогают совершать эти игры Господа, которые Господь являет в своих различных воплощениях. И вот, когда Господь Нитиананды проявляется, когда Он появился в Вадвипе, Господь Читания начинает это движение Сан-Киртану Яги. Без Него Господь Читания начинает, потом без Него Господь Читания, читает Чиритам, где Он описывается, и читает Багмати, как Господь Читания, это приказ. Он обращается к Господу в Нитянаде. «Пожалуйста». В читании «Чертами» Матхилиля описывается во время бесед, встреч, сокровенных. Господь Чертами и Господь Нитянады проводили время, очень много времени вдвоем. В какой-то момент они стали с уйденном месте. Господь Чертами говорит, «Пожалуйста, не приходи в Джаганадхапуре каждый год. Оставайся в Бенгалии и исполни мою миссию». И Шилапарпаде к этому, исполни мою волю, Господь. Шилапарпаде говорит в комментарии к этому стиху, что миссия Чертами Матхапур заключается в том, чтобы давать всем единственное действие в этот век декоратации кальюгу лекарства Махаматрам Харе Кришна. И, выполняя волю матери, Ши Чертами Матхапур, он поселился в Джаганадхапуре. И с тех пор предные приходили увидеться с ним туда. Однако Господь считал, что его учения следуют повсеместно проповедовать в Бенгалии, а в отсутствии Господа там не было никого, способного сделать это. Вот почему он попросил Господу Матхапуре оставаться в Бенгалии, проповедуя там учения как сознание Кришны. И он обращается к Господу Матхапуре с такими словами. Он говорит, Господь читал не продолжил. Тебе под силу ту, что не способен сделать даже я. Господь читал не говорит. Кроме тебя я не вижу никого в Гаудадеше, кто бы смог выполнить там эту миссию, мою миссию, миссию проповеди святого имени. Миссия Господа читает спасать самые падшие, спасать живущие в этот век падших душ. Сейчас к аллею в их число относятся практически все население. Шли читать Мапрабу, безусловно, спас множество падших душ, однако среди его учеников были в основном выходцы из высших сословий. А что же касается таких грешников, как у Джагая Матхая, то их спасал Нитянанда, Прабу. Вот почему читать Мапрабу говорит, «Амма Радушкара Карма, Тома Хай Техая, Джагая Матхая» были спасены исключительно по милости Нитянанду, Прабу. Когда они ранили Нитянанду, Прабу, Господь читает не пришел в ярость и уже собирался убить их своей совершенной чакрой. Но Нитянанду Прабу уберег их от гнева. Господь дарвал им спасение. То есть мы видим, Господь читает, избирает, Он приказывает Нитянанде. Поэтому приказ проповедовать святое имя. Почему он был? Потому что такова природа Господь Нитянанда, потому что Он сам эквалифицированная личность. Он глава, Он как раз предводитель, главный, то есть предводитель фармии, движения Санкиртана, который распространяет эту волю еще читания Мапрабу. Очень интересный момент, что означает слово «нетайна». Нитянанда. Нитянанда означает вечное блаженство, но еще «нетай» означает «нетай» означает «не», означает «возьми». Возьми это. Нитая означает «бери». Что же дает Господь читанию? Что Он дает? Потому что кто такой между Господом читания, Нитянанда и Господом Баларамы? Нет никакой разницы. И кем является Господь Баларама? Господь читания приходит, чтобы даровать Крещеному прему. И говорит, что Нитянанда имеет особую роль в духовном мире. В духовном мире Господь Нитянанда является казначеем. Он хранит сокровища духовного мира. И у него есть ключи от этой сокровищницы. Но так как Господь Нитянанда все время слегка навеселил, все время опьянен любовью к Богу, то это самое-самое, вроде бы, кажется, неподходящая кандидатура для того, чтобы поручить кому-то, поручить ему что-то хранить. И Он открывает эту сокровищницу, потому что Господь читает, почему Он квалифицирован? Потому что Он, опьяненный любовью к Богу, Он будет раздавать это сокровище всем. Он не будет проводить никакой разницы. Он открывает эту сокровищницу, раздавать, и Он будет начинать раздавать. Потому что даже Господь читает, а не проводил какие-то различия. Даже Он кому-то давал, кому-то не давал, как Гошел Прупада приводит пример. В основном, те, кого Он спас, это были выходцами из высших сословий. Но Господь Нитянананда опьяненный любовью к Богу, Он открывает эту сокровище и любви к Богу, раздает его всем, не проводя никаких различий. И у Него нет никакого другого наслаждения, другой радости, как раздавать это сокровище любви. Поэтому, когда Нитянанда, поэтому, когда они пришли сюда для того, чтобы раздавать этот нектар Санкертаны, Нитянанда, Господь читает, не поручает Господу Нитянанде, Господу Нитянанде вот тут особой миссию. То есть Он поручает ему быть во главе движения Санкертаны, чтобы Он стал тем, через кого Господь читает распространяет это сокровище и Богу. На самом деле, очень важный момент, почему я когда размышлял над Господом Нитянанде, то есть вот над Его приказом, почему Он спасает, почему вот Он спасает Джагай Матхай, почему Он выполняет, способен сделать вот эти словами Господа читает, ты можешь сделать даже то, что не могу сделать я. Мы знаем таково, потому что Господь Нитянанде прибывает всегда в настроении служения и Господа читает. И Он хочет прославить. Мы видим вот таково настроение между слугой и Господином. Мы видим, это проявляется, это то же самое настроение проявилось на поле битвы Кругшетра. Кришна говорит, показывает в 11 главе Бхагава Гитт Он показывает, Кришна говорит, я всех уже победил. То есть, Он говорит, эта битва произошла, они все погибли, но Я хочу, чтобы слава досталась тебе. Кришна хочет прославить своего преданного. Кришна поручает, Он говорит, не Митр Бхава Сависачи, Он поручает Арджуне, своему преданному, поручает своему слуге выполнить эту миссию. Он хочет прославить своего преданного, потому что таким образом он отвечает взаимностью на его любовь. И поэтому мы видим, что преданное Господа способен сделать даже больше, чем сам Господь. Это удивительный парадокс. Что преданный, почему? Потому что Господь подчиняется любви своей преданной. Поэтому из огромного, горячего желания прославить верховного Господа, служить Господу, Господь устраивает так, чтобы слава преданного его, слава его слуги стала еще больше, чтобы преданный, слуга, становится способным сделать даже больше, чем сам Господь. Мы видим, что Господь не тебе надо. Его тату описывает в 5 главе, 3-й, Аделила описывает, Наратам, Кришнарский рожга с вами, он описывает, что это сам Господь, но он постоянно пребывает на странице служения, он цель и бакаван. Он думает о том, как служить Господу, и он охвачен этой мыслью, и он думает, поэтому охваченный мыслью, как я могу творить, как я могу прославить своего Господа? И он приходит, чтобы спасти самых падших, поэтому как я могу прославить, показав всем, что даже самые падшие примут, Господь читает, приходит, чтобы распланировать Харинама Санкиртана, чтобы прославить это движение Санкиртана, которое принес Господь читания. Мне тебя надо, чтобы он ищет самых падших, он выбирает самых падших, он ищет самых падших, чтобы таким образом оказать особое служение читанию Абрагу, чтобы прославить его, чтобы показать могущество миссии этого движения, просто показать великую славу этого движения. Я вспоминаю историю, которая произошла. Ну, я с вами хорошо сказал, историю про святого Франциска. И он обрел огромную известность. Он ходил из города в город, он везде проповедовал. И все пытались прикоснуться к нему, получить какой-то совет, какую-то помощь. Люди плакали, когда видели его искренность. Рядом с ним шли его ближайшие соратники, спутники. Одним из близких, которые звали Маттелло или Маттелло. И он был один из богатой семьи, он был очень красивым, он мог очень удивительно говорить, он был обладал ораторским даром. Он бросил все и отправился с святого Франциска, но у него по-прежнему уже была, в его сердце жила зависть в сердце. Однажды они покинули какой-то большой город, в котором все повторилось то, что повторялось везде. То есть опять собирались толпы, опять спрашивали, опять пытались прикоснуться к стопам святого Франциска и выйдет из этого города. Они сели у костра ночью, и Маттео спросил, ну почему, почему? Франциск спросил, что почему? Почему ты? Почему люди хотят слушать только тебя? Почему люди хотят прикоснуться только к тебе? Почему? Ты не самый красивый, ты не самый умный, ты не самый хороший. Почему? И Святой Франциск ответил ему, ты совершенно прав. Я не то, что я не самый красивый, я не самый, там, такой-то, я не глупый, я самый глупый, да, я самый некрасивый, я самый глупый, я непонятно что, но Бог избрал меня, чтобы доказать всем, что сами мы ничего не можем, А он может делать все. Он даже через меня может привлечь других. Вот почему Господь, который все видит и знает, не нашел среди грешников большего и худшего, чем я. Вот он избранный для того, чтобы показать на моем примере, что сами мы ничего не можем, что Бог может все. Таким образом, чтобы прославить Бога, чтобы показать могущество Господа Чайтани, слуга Господа Антианады, то же самое. Он избирает самого грешника. Он ищет самого грешного, чтобы показать, показать милость, показать могущество движения Санкиртаны. Бхактивно Такур поет этот баджан Далая Рагитал. Господь Чайтани открывает рынок святого имени. Сураби Конжи на Вадвипе. На Годроме Твипе выкрывает святого имени. И это за этом замечательном баджане есть слова, которые вселяют нам, дают нам надежду, дают нам, как бы, приносят слова, которые приносят нам какое-то умиротворение, спокойствие. Когда мы видим, знаете, когда мы включаем новости, видим только одни ужасные преднаменования, но когда мы слушаем баджан Бхактивно Такур, он говорит, на самом деле все хорошо. Он говорит, Арналька Калер Бой, Ачадала Дэна Мой, Митай Дой Амой. Он говорит, Векали Более не страшен. Ничего не бугайтесь. Почему? Потому что милости Господь Нитянанда раздает святое имя даже Чендала. Вот это замечательная история, которую я хотел сегодня, наверное, с вами поговорить, рассказать это, поделиться. Потому что мы сегодня замечаем День Еврения Нитянанды. Поэтому вот эта история, которая показывает это настроение Господа Читания, как он спасает Джигай Матхая, для того, чтобы показать могущество этого движения Санкиртана, показать милость Читания Право, прославиться у Господа. Именно Нитянанда. Однажды Господь позвал Нитянанду и Харидас и дал им следующее указание. Слушайте Нитянанда, слушай Харидас, идите повсюду проповедовать мое учение. Заходите в каждый дом и просите каждого. Бола Кришна, Баджа Кришна, Кора Кришна, Шикша. Повторяйте это имена Гу Кришны. Поклоняйся Кришне, следуй указания Кришне. Вы не должны говорить ничего помимо этого и слушай что-либо сказанное другими. В конце концов, а вечером приходите ко мне и давайте отчет. Я возьму свою чакру и лишу голов тех, кто не будет петь Святое имя Господа после вашей просьбы. Услышав этот приказ, все Ваши навы рассмеялись, потому что не поверили, что тот посмеет нарушить его распоряжение. Такой был приказ. И Санкиртананда всегда хранил его в своих мыслях. Тот, кто не верит в это, тот не блещет умом. Это описывается как раз это в 13 главе Мадьялилы, читании Бхагаваты, об этом рассказе Двриндавнастаку. Итак, выполняя указания Господа, приняв приказ Господа, митянанды и Хридас отправились на улицы города. Они ходили от двери к двери и обращались ко всем с просьбой, повторяйте имена Кришны. Пойте славу Кришне и поклоняйтесь Кришне. Кришна – это ваша жизнь, Кришна – ваше богатство, Кришна – ваша жизнь и душа. Это то, о чем поется в Бхаджане, Агья Тахао. Кришна Мата, Кришна Пита, Кришна Дана Пран, Кришна Мат, Кришна Отец, Кришна, сокровище вашей жизни. Вот так они проповедовали. Это была простая проповедь, с которой они шли, обращались к каждому. Они оба были одеты, как саньяси. И в каждый дом, куда они приходили, им охотно предлагали поесть. После этого Господь, у нас лишь одна просьба. Пожалуйста, повторяйте имена Кришны. Поклоняйтесь Кришне, следуйте учения Кришны. И высказав домохозяям свою просьбу, они шли дальше. Благочестивые люди были рады, были очень рады услышанного. И, конечно же, услышав эти беспримерные слова из уст двух браманов, разные люди находили, в них каждый свою привлекательность и начинали обсуждать это событие. Некоторые радостно восклицали и говорили, мы это сделаем обязательно, мы будем это делать. Другие же говорили, а другие же были, были и те завистники. Эти два безумца дают никчемные советы. Из-за дурного общения вы просто обезумели. Вы явились сюда, чтобы нас вести с ума. Многие здравомыслящие, цивилизованные люди лишились разума, следуя этим путем. Это немая бандита навредил им всем. Как только они подошли, как только они подошли к домам тех, кто не позвал... Кому не позволяли видеть танцы, госпрочитания, эти люди голосили, бейте их, бейте их. Кто-то сказал, возможно, эти двое-то шпионы воров, они шляются от двери к двери под предлогом проповеди. Почему они ходят тут? Если они заведутся снова, мы поведем их к царю. Слушая подобные речи, не тянут их ряда смеялись. Силу указания госпрочитания сделало их бесстрашными. Таким образом, они вдвоем каждый день хотели от двери к двери, и в конце концов, и в конце дня отчитывались к Господу и Швамбаре. Однажды, они увидели на улице двух пьяниц. Эти двое были совершенно пьяны и вели себя, как дикие животные. Об этих двух ходило множество рассказов. Казалось, что не осталось такого греха, который бы они не свершили. Хотя они числились браконами, они постоянно употребляли вино, ели говядину, освещали чужое имущество, поджигали дома жителей. Эти двое пьяниц шатались по улицам и колотили всякого, кто встречался у них на пути. Описывается, по-моему, в читании Банга, Лачандастакура, по-моему, описывается, как даже царь, секретарь Ямараджи, Чудрагупта. Он был в шоке. Он устал записывать все те грехи, которые совершили эти два брахмана, два, так называемых, два сына брахмана, два-таки потомка брахмана для Гая Матхая. Ямарадж, он пребывал в смятении, он даже не знал, что делать, потому что он понимал, что ни одна из двадцати самскольких там семи планет, может, адских, она не подходит для наказания для этих личностей. Нужно было... Он задумался тем, что нужно создать особый ад для этих двух личностей, потому что не было такого греха, который они не совершили. Когда люди с безопасного расстояния наблюдали за происходящим, к ним подошли нетернанты Харидас. Эти двое... И хотя эти двое личностей и совершили все типа грехов, все-таки у них было это достоинство, кроме они не совершали оскорбление вайшнавов. Они счастливо проводили дни и ночи в компании с другими пьяницами, грешниками, и им не предоставлялся случай, чтобы нанести оскорбление вайшнавов. Вот это было единственным, может быть, их плюс. Поэтому даже если человек надлежащим образом соблюдают все обязанности, все принципы, но если он совершает вайшнава, вайшнава параду, то в конечном итоге он никогда не достигнет по цели жизни и разрушает все благое в себе. Итак, Нитянанда и Харидас наблюдали за этими двумя пчугами, а те нагруждали друг друга тумаками брани. Нитянанда спросил нескольких людей, какой кастинг лежат эти двое. Почему они идут себя так подобным образом? Люди сказали, о, Госфами, это двое брамана. Эти двое браманы, их добродетельный отец и мать происходят из знатных семей. Все их предки жили в Натии, и они были лишены даже малейших недостатков. Двое же этих сведущих людей отбросили всякую религиозность и чуть не с рождения занимаются греховной деятельностью. Считая их худшими из грешников, все их родственники отказались от них. Теперь они свободно бродяжничают вместе с другими пьяницами. Когда жители Натии встречают этих двух братьев, то потом опасаются, что в один прекрасный день они подожгут их дома. Нет такого греха, который они совершали эти двое. Они грабят, воруют, пьют вино, едят мясо. Выслушав все мнения, мекосердечный Теананда со страданием думать о том, как освободить эти двух братьев. Он подумал, Господь воплотился, чтобы освободить этих грешников. Где он найдет грешников хуже этих? Господь проявляет себя скрыто. Люди, которые не видят его влияния, подшучивают над ним. Если Господь дарует свою милость этим двум заплучшим, то весь мир узнает о его славе. Если я смогу раскрыть им Господа Чайтане, то я, Господь Натиянанда, стану известным как слуга Господа Чайтане. Вот это настроение Господа Натиянанда. Мы сегодня об этом говорим, отмечая дневное мнение. Почему Господь Натиянанда способен сделать то, на что не способен даже сам Господь Чайтане? Потому что он постоянно пребывает в настроении служения Господу Говороги. И он постоянно думает о том, как увеличить его славу, как раскрыть всему миру славу Господа Чайтане, который приходит, чтобы спасать самих падших. И поэтому он думает, сейчас они совершенно пьяны, не знают, кто они. Если бы только они могли так же опьянеть, слушая имена Кришны. Если бы только эти двое, так же, как они орут, произнесут «Умы Господь», тогда мои скитания по домам увенчаются успехом. Когда те, кто прежде совершал умовение в Ганге, в одеждах, увидев их, и касаясь тени этих двух братьев, будут считать себя очищенными, словно совершили умовение в Ганге, они вспомнят мое имя. Слава, Шиньи Тянанда Прабу не имеет пределов, он воплотился, чтобы спасти падших. Рассудив таким образом, Господь сказал Харидасу, «О, Харидас, посмотри на их жалкое положение. Из-за того, что эти браманы, они браманы, их поведение еще более отвратичное. Этим двум не избежать наказания мараджи. Когда-то яваны избивали тебя и едва не лишили жизни. Ты и тогда думал об их благоденствии». То есть, мы видим, как Господь Тянанда подходит к Харидасу, говорит, ну, он хочет им, прежде чем он изложит ему идею о том, чтобы проявить милость к этим двум падшим браманам, потомкам браманов, он сказал, «Но вспомни, Харидас, ведь тебя тоже избивали на 22 рыночных площадях, то есть, явно избивали тебя, но ты думал об их благоденствии, ты думал об их благе». А если ты думаешь о благополучии этих двух братьев, то они, безусловно, освободятся. Господь исполнит твое желание. Эту истину раскрыл сам Господь. Пусть здесь мир увидит могущество госпрочитания, когда он освободит этих двух братьев. Пусть все три мира воочию видит игры, описанные в Пуране, как освобождение от Джамилы. Харидас, конечно, был хорошо соведомлен о славе Господа Теанады, поэтому он понял, что эти двое уже фактически освобождены. Харидас Такур сказал, «Послушай, о Махашай, Господь всегда одобрит любое твое желание». С одной стороны, мы видим, как Теанада провел смирение, говорит, «Если ты благословишься, если ты за ней помолишься, то Господь Таин безусловно освободит этих двух братьев». Потому что ты на мачаре, но с другой стороны, Харидас Такур понимает. Он понимает, что только «Не тебе надо». Он говорит, «Не тебе надо». Господь читает Махаша, Господь всегда одобрит любое твое желание. Ты сознательно вводишь меня в заблуждение, как обманывают животные, и тем постоянно преподаешь мне уроки. Господь «Не тебе надо». Улыбнулся и умнил Харидас, затем он мягко произнес следующее. Пойдем и сообщим этим двум пьяницам о указании Господа, которое мы распространяем в округе. Приказ Господа всем поклоняется Кришне в первую очередь предназначен для самых особо падших. Наш долг просто повторять приказ Господа. Если люди не последуют указанию, то они будут отвечать перед Махапрабу. Тогда Нитянанды и Харидас направились к этим двум грешникам, чтобы сообщить о приказе Господа. Праведные люди не пускали их и говорили, даже не приближай, не приближайся к ним. Пожалуйста, они предупреждали их. Если они вас хватят, то лишат вас жизни. Мы прячемся от них в домах и трепещем. Как вы отважитесь приблизиться к ним? Эти двое не имеют никакого почтения к сомнязь. Они убили нечетное количество браманов и коров. И тем не менее, такой Нитянанды и Харидас, повторяя святые имена Кришны, весело направились к двум братьям. Они подошли достаточно близко, чтобы быть услышанными и громко сообщили братьям о приказе Господа. Говорите о Кришне, поклоняйтесь Кришне и пойте имена Кришны. Кришна – ваша мать, Кришна – ваш отец, Кришна – это ваша жизнь и душа. Кришна воплотился ради вашего блага, поэтому откажитесь от всех греховных деяний и поклоняйтесь Кришне. Услышав их призыв, эти двое повернули головы и глаза налились кровью от гнева. Подняв головы, увидев одежду саньясь, они побежали к ним с криками «Держи их! Хватай их!» Интиананда с Харидасом бросились на утек, а эти два негодяя преследуя их выкрикивали «Стой! Стой!» Выкрикивали грубые оскорбления, они преследовали этих двух преданных, которые в ужасе убегали от них прочь. Люди говорили «Мы же вас предупреждали! Эти двое саньясь и теперь попали в беду!» А злоразвящие атеисты думали «Наконец-то Господь на рай послал этим самозванцам заслуженное наказание!» А благочестивые Брамовы говорили «Храни их, Кришна! Храни их, Кришна!» И вы уже все покидали место происшествия. И так эти два негодяя преследовали двух убегающих саньясь. Но у них ничего не получалось, но поймать у них не получалось. И в это время, когда они бежали, Интиананда сказал, обращаясь к Харидасу, «Мы думаем, что было бы хорошо превратить их в ашнавов, но если мы сегодня останемся живы, это будет большой удачей!» Так они подшучили друг с другом. Харидас такой сказал, «О мой Господь, что я могу сказать? Сегодня из-за твоих сумбурных идей я раньше времени оставлю тело. Из-за того, что ты попытался дать указание Кришне пьяницам, мы получили надлежащую взбучку и два нелешившей жизни». Переговорились таким образом, они смеялись и убегали, пока эти двое гнались за ними в икрики вибранные слова. Эти двое кричали негодяи, «О, братья, куда вы уже убегаете? Неужели вы думаете, что от Джагай Мадхая можно скрыться? Разве вы не узнали, что здесь живут Джагай Мадхая? Остановитесь, посмотрите, кто преследует вас». Услышав их слова, два прабу спасаясь от погони в ужасе восклицали «Спаси нас, Кришна! Спаси нас, Кришна! Эй, Гавинда!» Харидас такой сказал «Я выдохся! Я не могу больше бежать! Но зачем я пошел вместе с этим беспокойным человеком? Кришна только недавно спас меня от гнева Яванов, но сегодня я распрощаюсь со своей жизнью из-за твоего вредного характера». Здесь, когда Стакур как раз вспоминают эту историю, когда его убили на носилу рыночную пощадя, как Господь спас его. Интенантно сказал ему «Ты почему винишь меня? Я вовсе не беспокойный, подумай хорошенько». На самом деле, кто уже такой неугомонный? Так это твой Господь. Хотя он и Брахман, он дает такие приказы, как царь. И по его поручению мы ходим от двери к двери и проповедуем. Он и дает приказы, о которых никогда раньше никто не слыхивал. А в конечном итоге люди называют нас лицемерами и ворами. Если бы мы не подчинились его распоряжению, то мы бы пропали, а исполняя его указания вот получили такой результат. Ты не хочешь признать свою ошибку, ты не хочешь признать ошибку своего Господа? Ведь мы оба говорили с ними. Но ты обвиняешь только меня. И таким образом эти двое предных блажены перебранивались, пока не заметили какого негодяя, которые преследовали их куда-то исчезли. Они подбежали к дому Господа и а те два жулика, два негодяя, другая матха, совершенно разомлевшая от выпитого вина, повалились на землю, потеряв из видов Натинанду и Харидаса. Они прекратили погоню и закончились тем, что вымещая злобу, начали толкать, пихать друг друга. Через некоторое время с облегчением, увидев, что за ними уже нет погони, испытав облегчение, Харидаса-Кур и Натинанда огнили друг друга, смеялись, за скидом и шли в доме Шамбани. Вот Асоки Махапрабу сидел, конечности его тела были прекрасны, форма обескураживалась наукупидона. Он сидел в окружении ващнава. И когда в тот момент, когда Натинанда и Харидас пристали перед Господом, они сказали ему обо всем, что случилось с ним. Они говорят, сегодня мы видели двух странных людей. Это были отпетые пьяницы и негодяи, хотя они назывались Браманами. Мы смиренно попросили повторять имена Кришны. В ответ они погнали за нами, и мы лишь чудом остались живы. А что Господь сказал, кто эти двое? Каковы их имена? Почему Брахманы ведут себя подобным образом? Гангадаса, Шриваса, которые сидели перед Господом, начали рассказывать о греховной деятельности этих братьев. О, Господь! Этих двух братьев зовут Джагай Матхай. Они сыновья благочестивого Брамана и родились в этом городе. Из-за плохого общения они развились в такой греховный образ мысли. Они пристратились к вину почти с самого своего рождения. Все жители Нади от них в ужасе. Не найдется того дома, который бы они не огранили. Всех совершенных им грехов не перечесть. О, Господь! Ты знаешь и Ты видишь все. Господь сказал, да, я знаю этих двух. Дух парней. Если они заявляют сюда, я порву их на куски. Тогда на что Нади Нади сказал. Ты так не можешь поступить. Я не могу следовать. Как ты можешь порезать их на куски, пока они вы... Ты им должен. Откуда столько напычности, Господь Нади Нади сказал. Первым делом сделать так, чтобы эти двое начали повторять имена Говинды. Благочестивые человеки, естественно, будут повторять имена Кришны. Но эти двое не имеют представления ни о чем, кроме греховной деятельности. Если Ты освободишь их, наградив преданным служением, тогда я уверяю, тогда я уверяюсь, что Ты, Патита Павловна, освободитель падших. Освобождение двух негодяев, безусловно, станет более славным, чем мое собственное освобождение. И Швабар улыбнулся и ответил. Они освободились в тот самый момент, когда обрели Твой Даршин. Ты проявил такую заботу об их благе, что Кришна скоро дарует им благословение. Услышав слова из лотосных уст Господа, все преданные прогласили Джая, Джая, Хари, Хари. Все были убеждены, что эти два брата уже освободились. Тогда Харидас подошел к Адвайте и сказал следующее. Господь посылает меня с этим беспокойным человеком, который постоянно обгоняет меня. И кто знает, куда он идет. Во время сезона дождей Ганга кишит крокодилом. Здесь Харидас такур, общаясь с Адвайте, пославляет Господу Теананду. Он постоянно, когда во время дождей Ганга кишит крокодилом, он идет купаться и ловит их. Я в ужасе громко взываю к нему с берега. Он приспокойно плавает перед мной кругами в водах Ганги. Когда он видит каких-то ребят, он выскакивает из воды, гоняется за ними, намереваясь их поколотить. Когда с палками в руках появляются их родители, я падаю к их ногам, с трудом успокаиваю и отправляюсь обратно. И отправляю обратно. Он крадет масло и йогурт у пастухов и убегает. Они ловят меня и хотят надавать тумаков. Все, что он делает, лишено здравого смысла. Когда он видит незамужнюю девушку, он кричит ей «Выходи за меня замуж». Он катается вот эта природа «Аватхуты». «Аватхуты» это «Вот таков на тебя надо». Он постоянно прибывает опиньон любовью к Богу. Он катается на спине быка и заявляет, что он махеш. Он сдавит чужих коров и пьет их молоко. Когда я пытаюсь научить ему чему-то, он оскорбляет меня и говорит, «Что с тобой? Адва это может сделать? А что?» Он говорит, он оскорбляет мне «Да что твое адва это может мне сделать? Ищи читание, которое ты считаешь Господом, он может сделать? А что? Ищи читание, которое ты считаешь Господом, что он может сделать мне? Я ничего не говорю об этом Господу, но сегодня я остался жив только благодаря провидению. Когда эти двое горьких пьяниц валялись на улице, он пошел прямо к ним, чтобы проповедовать указания Кришны. В полугнева они бросились за ним, за нами и хотели убить. Это по твоей милости наши жизни были спасены». Адва это улыбнулся и сказал, «Да нет ничего удивительного в том, что ты дому пьяницу тянет к общению с другими пьяницами. Это нормально, когда трое с пьяниц собираются вместе. Мы знаем, что Господь не тебя надо. Он пьян, опьянен любовью к Богу. Поэтому Адва это прославляет. Поэтому нет ничего удивительного. Поэтому говорится, что если мы видим Господа Нитиананду, который у виной лавки, говорится, что это означает, он означает не то, что он туда отправляет, чтобы выпить вина, а он отправляет сюда, чтобы проповедовать святое имя. Слава святого имени самым пьяницам, негодяям. Нитиананда пьянит кого угодно. Я очень хорошо знаю его характер. Просто подожди и посмотри. В течение двух или трех дней он приведет этих пьяниц в наше общество. Адва это отчария. Он предсказывает, смотри, все услышат. Он сказал, все услышат о Господе чьи тайны и его предном служении. И когда он будет танцевать и петь, они увидят его могущество. Вы увидите, как завтра Нимай и Нитай освободят этих двух пьяниц и будут танцевать с ними. Они сделают этих двух братьев равными нам, и мы садливо побежим прочь, спасая свое положение. Увидев возбужденное настроение Двайд, Хридас так улыбнулся. Он был уверен, что очень скоро эти пьяницы будут освобождены. И так эти двое пьяниц слонялись по городу и оказались рядом с Ганном, где Господь совершал омовение в Ганне. По божественному плану они сделали это место своим отправным пунктом и отсюда выходили на разбой. А Нитянада целый день проповедовал Паго по всему городу, а ночью пришел к двум братьям. Чигай Матхайзерали, «Ты кто? Ты кто?» Нитянада ответил, «Я иду в дом Господа». Объединенные веном они спросили, «Как тебя зовут?» И Нитянада ответил, «Мне зовут Аватхута». Опьяненный настроением ребенка, Нитянада, проводя свои игры, обратился к пьяницам. Он уже принял решение, «Я освобожу этих двух братьев». Это стало причиной его ночного визита. Услышав имя Матхута, Матхая впал в ярость. Он схватил глиняный горшок и ударил им Господа по голове. Сломанный глиняный горшок осколками порезал голову Господа. А когда кровь хлыбнул из раны, Господь Нитянада просто вспомнил Говинду. Уйдев кровь, Джагай исполнил сострадание. Он схватил Матхая за руку, когда тот приготовился насти Господа еще один удар. «Зачем ты это сделал?» «Ты очень жесток. Что тебе даст избиение бродяги? Оставь, а воткуда он в покое? Не бей его больше. Какой тебе прок от избиения саньяси?» В этот момент несколько людей стали свидетелями этого события и отправились к Господу с сообщением, который тут же явился вместе с своими спутниками. Тело Господня Нитянада был залитой кровью. Он стоял между двумя братьями, улыбаясь. Когда Господь увидел кровь, внешнее сознание от гнева оставило его. Он несколько раз крикнул «Чакра! Чакра! Чакра!» И судорожная чакра тут же появилась. Джагай Матхай увидели ее. «Все предны Господа застыли в растерянности». Но Нитянада обратился к Господу со словами. «Когда Матхай ударил меня, Джагай спас меня. По воле проведения кровотечения остановилась. И я не почувствовал никакой боли. О, Господь, успокойся и отдай мне этих двух братьев как подаяние. Я не испытываю никакой боли». Услышав слова «Меня защитил Джагай, Господь возрадовался и обнял Джагай. Он сказал Джагай, «Кришна даровал тебе свою милость. Защитив Нитянаду, ты обрел меня. Проси любое желаемое благословение. В этот день ты обретешь, ты можешь обрести чистое предное служение». Услышав, какое благословение получил Джагай, все ващнавы дружно воскликнули «Джая, Джая, хари, хари!» Как только Господь сказал «Ты сможешь обрести чистое предное служение», Джагай в экстазе любви тут же лишился сознания. Господь сказал «Джагай, встань и посмотри на меня. Теперь, вне всяких сомнений, я награждаю тебя чистым предным служением». Вару, который держал в четырех руках раковину, диск, булавы, лотос. Увидев это, Джагай упал без сознания снова на землю, а Господь Чайтан поместил свой лотосный стоп на грудь Джагая. Обретя сокровище лотосный стоп Господа, жизни и души Лакшми, Джагай, как самое бесценное богатство, обнимал его стопы. Прижимая скотом стопам Господа, удачливый Джагай лил слезы. Таковы чудесные игры Господа Гуранги. Джагай и Манхай были подобны единой душе с двумя телами. Только один брат был благочестив, а другой грешен. И когда Господь даровал милость Джагаю, сердце Манхая сразу очистилось. Он быстро отпустил одежду Нитянандой, упал плашменно с земли и схватил за лотосные стопы Господа. О, Господь, мы вместе с братом совершали греховное деяние. Почему же ты разделил нас, когда даровал свою милость? Даруй и мне свою милость, чтобы я мог петь твое имя, ведь никто, кроме тебя, не сможет освободить меня. Господь ответил, я не собираюсь спасать тебя, потому что на тебе кровь Нитянанды. Матхая сказал, ты не можешь так говорить. Почему ты пренебрегаешь своим долгом? Почему ты одарил своими лотосными стопами демонов, которые пронзали... Почему ты одарил своими лотосными стопами демонов, которые пронзали стрелами твое тело? Господь ответил, в отличие от них, твое преступление слишком тяжелое, потому что ты пролил кровь в тело Нитянанды, А для меня нет ничего превыше его тела. И я со всей ответственностью говорю тебе эту истину. О, Господь, если ты говоришь мне эту истину, ты расскажи, как мне освободиться. Ты врачуешь любые недуги, потому что ты бриллиант среди всех лекарей. Если ты дашь мне это средство, я излечусь. О, Господь вселенная, пожалуйста, не обмани меня. Теперь, когда ты открылся, как ты спрячешься? Господь сказал, ты совершил тяжкое преступление. Иди и припади к стопам и держись за лотосные стопы, Господь Нитиананды. Следуя приказу Господа, Матхай ухватился за бесценное сокровище, за лотосные стопы Нитиананды. Принявший прибежщики в лотосный стоп никогда не пропадет. И Шамбара сказал, слушай, Нитиананды, теперь, когда он упал к твоим лотосным стопам, следовало бы оказать ему милость. Он причина того, что ты истекал кровью, и только ты можешь простить его, когда он у твоих стоп. Нитиананд ответил, Господь, что я могу сказать? Ты можешь своим могуществом даровать милость даже дереву. Я со всей решимостью заявляю, что если я когда-либо в какой-либо жизни обрел благочестие, то я все это даю Матхаю. Он освобожден от любых оскорблений, нанесенных мне. Не обманывай его. Даруй милость твоему Матхаю. Мишвамба рассказал, если ты действительно простил Матхая, то обними его и сделай его жизнь успешной. По указанию Господа Нитиананды. По указанию Господа Нитиананда крепко обнял Матхая, и тот освободился от всех материальных привязанностей. Нитиананда вошел в тело Матхая, наполнив его всеми энергиями. Таким образом, два брата совпадились и стали предлагать молитвы стопам Двоего Господа. Господь сказал, не совершайте новых грехов. Джига Матхая ответили, о Господне, никогда больше. Господь сказал, слушайте вы оба, я истинно избавил вас сегодня, спас вас сегодня. Я беру полную ответственность за все ваши деяния, совершенные вами в предыдущих миллионах жизней. Если вы впредь, ни разу не согрешите. Я буду есть устами вас двоих и буду воплощаться в ваших телах. Услышав слова Господа, Джига Матхая, охваченные к стазу упали без сознания. Таким образом, два брата избавились от влияния иллюзий и погрузились в океан их стаза. Зная это, Господь Ишнолом Баро дал их следующее наставление. Возьмите этих двоих и введите их в мой дом. Сегодня они будут проводить Киртан с этими двумя братьями. Сегодня дарую им особое благословение, труднодоступное даже для Брахмы. Я сделаю так, что они займут в этом мире самое высокое положение. Те, кто совершают обновение в Ганге после прикосновения к этим двум раманам, отныне будут говорить, что эти воды, эти двое, чисты как Ганга. Решительность Нитянамда непоколебима, зная наверняка, что этого пожелал Нитянамда. После этого все Вайшнава обнял другая Мадхая отправились к Дому Господу. Господь впустил во двор своих ближайших спутников, после чего дверь закрылась, открытив двор от посторонних. Махапрабху зашел и сел. Нитянамда и Гангадхара сели по обе стороны к Нему. Расселись предные вокруг спутники Господа. Многочисленные ваши предные радостно расселись вместе с Джигаем Мадхаем вокруг Господа Чайтани. Когда Джигаем Мадхая катались по земле, их волосы стояли дыбом, слезы лились из их глаз, а тела трепетали. Кто сможет понять желание Господа Чайтани, превратить этих двух негодяев, Махах Бхагават. Своими нектарными играми Господь избавил многих атеистичных подвижников и саньясин. Любой, кто имеет веру в эти игры, обретет обитель Кришны. Те же, как обубаревают сомнения, падет. Такое благословение дает вредам достокур, кто услышал сегодняшний рассказ. Итак, мы видим, как по милости Господу Нитянады, два великих грешника, Джигаем Мадхая, обрели благословение Господу Чайтани, благословение, которое тут доступно даже для Господа Брахмы, благодаря которым они в самой падшей занялись в самое возвышенное положение. Вот таков Нитянады, Нитянада Махаджан. Махаджан означает торговец. Это титул, который дают вашим, особенно отличившимся в своем торговом деле. И вот Нитянада Махаджан открывает рынок святого имени Сураби Кунжи. Он раздает этот сокровище любви к Богу здесь, устраняет славу святого имени, охваченной любовью к Богу. Как поет об этом Бахтина, такой попутный в этом Бхаджане говорит. «Отказываясь от греховных поступков, исполняя мирские обязанности, Кришна Расамсара Кора, Чадди Ана Чар, Дживера Доя, Кришна Нам, Сарадарва Сан, отказываясь от греховных поступков, исполняя мирские обязанности, связывая их с Господом Кришной, сострадание к другим душам и воспевание с того имени Кришны, вот это суть религии». Шелла Прабхупада заканчивает комментарий к сегодняшнему стиху. Бхагатам говорит, что счастье мира зависит от того, насколько соблюдается принцип религии, как индивидуальный, так и коллективный. Высшая добрость — это соблюдать принципы не смотрения на какие препятствия. Как только человек может, только так человек может быть счастлив в течение этой жизни и в конце концов вернуться обратно к Богу. Господь читает дала Динат, утвердила эти принципы, дхармы, мы знаем их, дживедоя, намаручи, ващнавасева. Вот эти принципы дхармы, которые установил Господь читания, и Господь Нитянанда, следуя приказу Господу читания, он учит нас этим принципам дхармы, этим принципам религии, благодаря которым, исполняя которое, каждый из нас может обрести счастье. Вот на этом, наверное, хотел бы закончить. Это то, что я хотел сегодня с вами поделиться в этот день и клиник Господа Нитянанды, Харе Кришна. Может, какие-то есть вопросы? Не знаю, дополнения? Харе Кришна, огромное спасибо Юге Аватар Промуза за погружение в эту медитацию на Господа Нитянанду и Господа Чайтанья и его окружающих спутников. Спасибо. Очень много моментов я также записал для себя. Хоть эти истории мы как бы слышим год за годом, но все равно новые детали всегда открываются, очень интересные моменты, когда преданные пересказывают эти истории со своим настроением и, конечно же, это передается. И, да, дорогие преданные, если есть вопросы, дополнения, комментарии, пожалуйста, отметьте в чате, мы, несомненно, обратимся к вам. Пока вы думаете, я небольшой вопрос такой задам, что даже в те времена, как мы понимаем из этих историй, даже в те времена преданные подвергались такой как бы нападкам и в то же время гонениям праведников. И сейчас мы слышим, что так же говорят, и слышим это, что сейчас это тоже продолжается, и это как подтверждение авторитетности этого процесса. Могли бы вы немножко вот расширить эту тему, сказать? Шилл Пархупада во многих комментариях об этом говорит как раз этот, когда он говорит о качестве вайшнава, по-моему, это в третьей песне Шилл Пархупада, там описывается этот, детишего корониках сухридом сарвдехином, то есть Аджата Шатрава Шантах, дальше я уже забыл эту строчку, это качество, который описывается от величайшего вайшнава, что вайшнава он всегда терпелив и он сострадателен. Охваченная любовью к Богу, любовь к Богу по отношению к живым существам проявляется в сострадании, поэтому Пархупада в комментариях к этому стиху и во многих других он говорит, что такова доля проповедников, тех, кто проповедует сознание Кришны, люди в материальном мире больны о виде невежеством, поэтому, безусловно, что для них это лекарство, подобно тому, как оно является горьким, и они не готовы принимать это, поэтому они, понятно, будут всегда сопротивление. Сопротивление в том, чтобы принять это лекарство, принять это лечение, потому что люди настолько пребывают в иллюзии май, и думают, что они счастливы, они думают, что у них всё хорошо, поэтому, но на самом деле они очень жестко страдают, пожиная плоды своей греховной деятельности, и святые видят это и сострадание к ним, они приходят и проповедуют к ним, понимая, что как врач, мы это видим, это простой пример, что Пархупада говорит, приводит пример врача, которые проводят, например, операцию, мы видим, что им приходится сталкиваться с тем, что пациенты, правопады говорят, пациенты оскорбляют врача, оскорбляют его, когда он лечит их, потому что им больно. Мы недавно слушали лекцию, у нас была встреча учеников, им обсуждали лекцию духовного учителя, которую он давал для наставников на Украине. И там как раз это была лекция, где он говорил о том, что предмы задали вопрос такой. Вот как быть, вот, там они говорят, вот нам нужно, знаете, сейчас предмы слишком увлекаются психологией и прочими всякими такими вещами, что говорит, что вот святое имя и садана ломает их. И там Гуру Махараш как раз в момент такой, он говорил, конечно же ломает. Почему ломает? Да потому что мы больны, поэтому нас это ломает. Как об этом Рупа Госфами говорит, святое имя, оно исполнено нектаром, оно больно, желтухой, он чувствует горечь. Это только лишь указывает на диагноз, что люди больны, и поэтому это естественная их реакция. Но вайшнавы, они очень терпеливы и очень страдательны. Они понимают, что... То есть нужно принять на себя, то есть вот такое какое-то бремя такое, что не нужно обижаться, когда ты проповедуешь. Нужно быть готовым к такой реакции. Мы видим, Прупада приводит пример Хридас Токура, которого били на заседу крыльчатых площадях. Он приводит пример Иисуса Христа, которого распяли. Он говорит, таков удел проповедников. С этим сталкивается любой проповедник. В любые времена это всегда так было. Люди, либо их проклинают. Мы видим, как, например, в шестой песне Шимадбанк там описывается, как Нарада Муни проклинают. Это Дакши, которому проповедуют. Пришел Нарада Муни, который проповедует ему о высшей цели жизни. То есть люди, привязанные к материальным наслаждениям, они больны, и поэтому как больны им очень, может быть, трудно принять это лекарство в сознании Кришны. И поэтому, конечно же, у них это вызывает отвержение. Безусловно, это у них вызывает вот такую агрессию. И приятно понимать это, но они не оставляют своих попыток принести благо людям. Даже ценой вот такого, будем так, ценой вот такого, какой-то самопожертвования, ценой боли личной, которую они испытывают. По сути дела, в Багов там на самом деле, это естественным образом. Поэтому, поэтому, девятая песня Шимадбанк там описывает. Есть очень замечательный стих, который произносит Шхудай в Госфами, где он говорит, что в этой истории про Господа Шиву, который убивает океан яда ради того, чтобы спасти всю Вселенную. Говорится, что самым высшим служением, Шхудай в Госфами говорит, ну, опять же, он говорит, повторяя слова Господа Шиву, что самым высшим служением является добровольно принять на себя страдания ради блага других. То есть, когда преданным, то есть, понятно, когда мы проповедуем, мы добровольно соглашаемся принять страдания на себя. То есть, страдания в форме оскорбления, в форме ненависти, в форме агрессии. Но Шхудай в Госфами говорит, что это самая высшая форма служения Господу. Самая высшая форма служения. Поэтому Кришна говорит, не будут слуги дороже, чем тот, кто говорит о моей славе другим. И никогда не будет. Нет никого дороже, и никогда не будет в будущем. Поэтому, да, люди больны, люди безумны. Поэтому такая агрессия есть. Лечение, оно всегда болезненно такое бывает. Но при этом Господь Шитая сделал это лечение таким очень приятным все-таки. Хотя мы видим, что... Почему люди проявляют агрессию? Потому что проповедь в сознании Кришны, опыт, пример этих святых, счастье святых ставит под сомнение. Ставит под сомнение все их надежды стать счастливыми в этом материальном мире. Ставит под сомнение те стандарты, те понимания счастья, которые были у них. То, что они считали дороги, то, что они считали ценными. И когда приходит Господь Нитеананда, когда приходят Его спутники, что они делают? Своим присутствием. Своим счастьем. Они обесценивают материальное счастье. Представляете? В один мгновение. То есть люди наслаждаются богатством, роскошью, чувствами, наслаждением. И тут приходит святой, который испытывает счастье. И он полностью обнуляет все их счастье. Они думают, ну как теперь можно наслаждаться, когда мы видим счастливого человека, который счастлив с святым именем. Представляете? Все то, что они считали ценным, в одно мгновение обнуляется. Поэтому, естественно, они испытывают гнев. Ну, хватает разума, наверное, им. Они говорят в конце концов, а как стать счастливыми? Как вы стали счастливыми? Пожалуйста, поделитесь этим секретом счастья. Поэтому они говорят, когда видят преданных счастливых поющих на хренам, говорят, ах вы это, идите работайте или что-то еще. Они не понимают, что эти преданные, которые уходят на хренаму, они, на самом деле, выполняют самую важную работу в этом обществе, благодаря которому, например, этот город, эта страна до сих пор еще, по крайней мере, выживает, я бы сказал так. Потому что яги, которые совершают преданную на улицах города, она спасает их, спасает всю страну, спасает город, спасает мир. Хотя, конечно, очень трудно увидеть, как это все связано. Но это яги, вон, мудрецы на Мишаране 5000 лет назад совершали ягию ради блага всей планеты. Так и его преданные делают, эту ягию, которую приносят ради блага всей планеты. Поэтому, да, вот такие преданные. Поэтому самый, будем говорить так, успешный проповедник, это счастливый проповедник, он должен следовать по примеру Господа Тиананда, охваченной любовью к Богу. Опиньоны, по крайней мере, этим внутренним счастьем, он должен делиться этим счастьем другим. Это будет самая эффективная проповедь. Можно спорить, можно спорить дискуссии, пытаться, но так и все равно люди не примут это. Люди с помощью логики, с помощью каких-то там аргументов и прочих там каких-то примеров. Но когда люди видят, вот счастливый человек, он просто счастлив. Вот они видят, они вот видят счастливого преданного нахренами. Он понимает, что, ну что же делает его счастливым? Почему он такой? Или когда преданное распространение книг, которые распространяют книги там, вот эту, как его, в непогоду или что-то еще там, вот преданное уходит, он как Чендраканти рассказывал, когда она уходит с книгами, там распространяет в старом городе. Там один человек, она рассказывала мне историю, как один человек, который вот лавки, который смотрел на... Он видел ее в течение много времени, он видел, в конце концов, он видел, он говорит, вот что заставляет тебя выходить? Что-то вот, что такое, вот почему ты выходишь, почему ты вот проповедуешь? Но это она пролила к ним свою милость там, в форме книги, в форме талам угостила его просадом. Вот так вайшнав проповедуют удивительным образом. Они думают, что такое у них есть, какое-то счастье у них есть, вайшнавов. Вот таково благословение Господне Тянанде. Кто помогает Господне Тянанде проповедовать, выполнять приказ Господа читания, не получает особого благословения, проценты. Господь, комиссионный Господь не Тянан дает. Те, кто помогает ему распространять Святое Имя в форме этого духовного счастья. Спасибо. Спасибо за ответ. Да, действительно, вайшнавы, они... Ну, вот тут эта примесь Авадуты, она постоянно как бы сочетается с вредным служением, потому что, ну, просто так вот не прийти, как бы, к таким действиям. И особенно это, конечно же, проявляется в тех, кто больше всего подключен к Санкиртане, распространению книг, ринам. И, ну, там без этого настроения совершенно невозможно даже просто долгое время находиться. И еще один вопрос, небольшое дополнение. Тогда вы говорили о том, что Тянанде, он является Махаджаном, самым великим торговцем, продавцом на рынке Святого Имени. И какова же цена заплатить Господу Нитянанде, чтобы купить этот его товар? Да, да, очень важный момент. В книге Гадрума Калпатави он как раз объясняет, он раскрывает, рассказывает этот рынок Святого Имени, как он устроен, он говорит о том, как на этом рынке, какая валюта ходит на этом рынке. Очень важный момент, чтобы получить чисто Святое Имя. Этим рынком, этой валютой является Шратха, вера. Это то, что вот именно за эту валюту… Но самое удивительное, что Господь Чайтаня, Господь Нитянанда, что делает? Он дает эту Шратху, как изначальный духовный учитель, он дает эту Шратху, он дает эту веру, он пробуждает эту веру и говорит, вот на, а теперь купи у меня это. Вот так продает, вот так действует этот рынок, он действует удивительным образом, не так, как мы привыкли. Господь Нитянанда говорит, пожалуйста, возьмите. Но как мы можем взять, если у нас нет этой Шратхи? Тогда Господь Нитянанда дает, вот возьми, пожалуйста, вот тебе Шратха, вот тебе вера, вот эта валюта, которая есть на рынке святого имени, пожалуйста, возьми ее. И получив эту веру, человек дает ее обратно, и он получает Святое Имя, и вместе с ним он опять получает эту Шратху. Он говорит, возьми, приходи еще раз, купи мне еще. Вот так продает Святое Имя. И вот здесь очень важный момент, что проповедовать Святое Имя, именно получить Святое Имя можно чисто Святое Имя. Мы говорим о чистом Святом Имени, которое продает Господь Нитиананда, потому что можно получить фальшивое имя. За фальшивые деньги получаем фальшивое имя, но чистое святое имя, которое дарует любовь к Богу, оно получается благодаря именно Шрадхе, вере, которую мы получаем в общении со святыми личностями, в общении с духовным учителем, служа духовному учителю. Общаясь со святыми личностями, в нашем сердце пробуждается эта вера, нас пробуждается, мы получаем эту квалификацию, квалификацию для того, чтобы заниматься чистым при этом служении, повторять чистое святое имя. Это, конечно, мы можем видеть очень многое, поэтому очень важно получить святое имя, по порам получить святое имя от представителей Господа Нитиананда, представителей от духовного учителя, потому что Господь Нитиананда, он как раз является изначально гурутатвой, изначальным духовным учителем, поэтому чистое святое имя, безусловно, святое имя обладает силой, безусловно, святое имя, но можно повторять его много-много жизней, и так не обрести сокровенность. Можно достичь освобождения, можно достичь каких-то материального успеха, процветания. Мы видим, много людей повторяют святые имена Кришны. То есть до Шилы Парупады, мы знаем, Ален Гинсберг повторял святые имена Кришны. Но Шилы Парупада, он принёс чисто святое имя Кришны, которое пробуждало, которое меняло сердца людей, которое пробуждало в них предность Богу, бескорыстную предность любовь к Богу. Вот это удивительный момент. И поэтому чистое святое имя мы можем получить только приняв прибежищество Вашнава, духовного учителя. Представитель Господа, тебе надо, от него мы можем получить эту шратку, эту квалификацию, повторять чистое святое имя. Поэтому нам необходим духовный учитель, нам необходимо прибежищество Вашнава. По-другому никак. А, есть как раз момент такой, в этой связи как раз вспомнил наставление духовного учителя, когда он говорил именно об этом, он много проявил этот пример, эту знаменитую историю про ученика и учителя. Ученик служил своему учителю, и в какой-то момент учитель, довольный служением своего ученика, говорит, «Теперь я тебе дам сокровище, самое сокровенное, что у меня есть. Я дам тебе святое имя Бога». Он дал ему святое имя, он дал ему Харьи Кришна Мухаммад, дал ему посвящение святого имени. И тот пошел по улице счастливый, что я получил посвящение святое имя. И вдруг он увидел, он увидел там кого? Он увидел там рыбаков, которые тоже пели святое имя. Пошел дальше, он увидел прачи, которые стирают там у берега, тоже повторили святое имя. Пошел чуть дальше, увидел детей, которые играют в мяч. И тоже повторяю святое имя. Он подумал, что такое? Я так служил духовным учителем. Духовный учителем дал мне сокровенное святое имя, чисто святое имя. Он дал мне посвящение. Оказывается, все поют святые имена. Разве это есть что-то сокровенное, что-то тайное, сокровенное, если все повторяют? Сокровенное – это что-то такое, должно быть таким. Ну, не таким широко. Это не есть продукт широкого потребления, широкого такого, ширпотреба какого-то. Нет. Он пришел к духовному учителю с сомнениями, стал говорить, духовный учителя, что такое? И вы дали мне святое имя, самую сокровенную вещь. Я смотрю, все повторяют святое имя. В чем же, ну, в чем разница? И тогда он говорит, духовный учителя, хорошо, ладно, я тебе объясню разницу. Вот возьми, вот видишь, драгоценный камень, который я тебе даю, вот у меня есть драгоценный камень. Пожалуйста, предложи тем людям, которых ты видел, предложим этот драгоценный камень, но попроси взамен, чтобы они дали что-то достойное вот этого драгоценного камня, чтобы они могли достойно отплатить, ну, заплатить за этот камень драгоценный, который стоит огромные деньги. И когда этот ученик взял, он пошел с этим драгоценным камнем, он пришел, Сначала он обратился к рыбакам. Рыбаки говорят, да что нам с этим камнем делать? Используют как грузило. Ну, так, мы можем тебе дать какую-нибудь там рыбу, что-нибудь еще. И ученик понял, что они не способны оценить этот драгоценный камень. Пошел к прачкам. Прачки говорят о... Ну, что с этим камнем? Даже с ним, даже от него, даже одежду невозможно выбивать, ну, стирать. Поэтому мы тебе ничего не можем предложить. Ну, возьми что-нибудь там, какой-нибудь тряпки какие-то, которые у нас есть. Он понял, что, не, не, вы не понимаете. Вы не способны заплатить мне настоящую цену за этот камень. Прошел к детям, дети подумали, ну, что мы будем с ним играть? Играть с ним в мяч, как вместо мяча кидать? Ну, мы тебе ничего не можем заплатить. И тогда ученик пришел такой и сказал, Гурмухраш, я подошел к этим людям, предложил им драгоценный камень. Они готовы были заплатить настоящую цену. Вот так же он сказал. Так вот, духом ученик. Многие люди повторяют святое имя, но не понимают ценности святого имени. Вот понимаете, вот это как раз вот эта вера, вот это, вот понимание ценности, это означает самбанха, вот это самбанха, который дает нам духовное училие. Он устанавливает отношения наши со святым именем, получая посвящение духовное училие. Он устанавливает наши отношения с Господом, со святым именем. И поэтому Господь открывает себя святым именем. Поэтому чувствует это могущество святого имени. Тот, кто понимает славу святого имени, тот, кому открыта слава святого имени, святое имя открывается таким образом. Оно проявляет свое могущество для кого-то это просто ну хорошие приятные слова то поют какой-нибудь шлагер песни поют приятно хорошо какое-то благо получает безусловно благо получает безусловно на мабхаз он действует он дарует даже освобождение на мабхаз но любой богу мы вот о чем говорим о высшем сокровище высшем совершенстве жизни я вас упростить и который способна полностью творить душу вот это приходит только лишь по милости духовно учителя по милости вот это может заплатить веру шрадху эту шрадху мы получаем от духовного учителя я сюда ватсала задал вопрос а как правильно практиковать его дхарму делать упор на личное воспевание джапу или киртан в обществе предных больше что больше удовлетворяет господа а по моему этот вопрос не дает это что не богат его делили по моему это описывает я помню как-то читал это описывает господь чейтани это описывается как крайне таком комментарии вакцинация такой об этом говорит что эти два метода и джапа и киртан должны быть параллельны не должно быть каких-то исключений если мы делаем если мы что-то игнорируют то это бассейнанс раз такой это приводит к отклонениям конечно таким так участвовать с безбожником если только лишь повторяет джапу но не совершает киртан или только совершает киртан или повторять джапу в конечном итоге его ждет падение вот такой был комментарий по-моему такой был комментарий вот я насколько помню это отделили что не баллы ты в одном из стихов как раз там где вот прославляется господь чейтани который пришел чтобы распространить святое имя и вот господь чейтани распространять святое имя через процесс джапы воспеваний индивидуальный и через киртан совместный и то и другое должно быть и то и другое вот не знаю отвечает на вопросе что давать вопрагу как мир и кришна дорогие предные да если есть еще вопросы пожалуйста используйте возможность тогда я бы еще еще пока преданной машине башки думают 20 наверное наверное все он буду удовлетворен ответ заключение может быть юга аватара пробу могли бы нам еще тоже поделиться так такое сокровенный может быть настроением своим может быть или настроение ващнау как в этот день день явления господа нитянанда как обратиться к нему как подойти к божествам или же какое настроение с какой просьбой можно сегодня обратиться господа нитянанде или как его удовлетворить вот туда чтобы нам немножко скопировать настроение что у самих нет такого настроения но я знаю что у преданных великих ващнау преданных есть поэтому должны как раз обратиться к предным шри праупаде а чарим нашим духовным учителям с молитвой о том чтобы они открыли нам понимание о чем обращаться господу ну вот сразу что я вспоминаю есть опять же вот очаре нас учат как надо обращаться господь нитянанда чем моего молить ха хабрабу нитянанда примананда суки крипа балакана кора ами бороду ки вот нартанда стакур говорит о господь нитянанда ты постоянно прибываешь в нектаре блаженство прямо я же несчастный пожалуйста одари мне счастьем служение счастьем служение господу читания служение вот этого преданного служения ты постоянно прибываешь в блаженстве служа служа господу чьей тайны а чем мы можем молить господь нитянанда в этот день что доставляет господь нитянанде особую радость мы можем молить о том чтобы господь нитянанда все время думает о том как увеличить блаженство предан господа читания это настроение господь нитянанда этим он счастлив он думает как я могу увеличить блаженство щечетанием а право а что увеличивать блаженство щечетанием а право когда он видит много много новых преданных поэтому мы можем молить господа читания чтобы он позволил нам занял нас до таких недостойных падших грешных очень сокровенном служении проповеди сознание кришны позволил нам помогать по крайней мере когда я обращаюсь господь нитянанде не только во времени тянут района где не время господь нитянанда каждый раз я даже больше всего обращаюсь даже господь нитянанде не обращаясь господу чьей тайны когда смотрю горнитая на алтаре потому что чувство себя знаете может быть недостойным тому чтобы обращаться господь чьей тайне потому что но я уверен что господь чьей тайне бы просто заглянув мое сердце понимая что мое сердце творится он просто был прогнал бы меня палкой но я знаю что господь нитянанда очень великодушен и он великодушен даже к самым падшими грешникам что он самым негодяем и он даже самых негодяев занимает в служении в предном служении поэтому я обращаюсь к нему и потом в конце концов господь чьей тайне сам нас этому очень как раз вчера духовный учитель давал утром на утренней сессии он как раз об этом говорил когда там мурарий губ ты пришел господу чьей тайне поклонился сначала ему господь чьей тайне сказал стоп 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 ты неправильно делаешь иди возвращайся обратно почему господь не тебе надо мой старший да сначала должен выразить почти не ему обратиться к нему с молитвами и вот поэтому я обращаюсь к нему потому что понимаю обращаюсь господь нитянанде яж точно моя молитва дойдет и господа чьей тайне потому что лишь господь это нитянанда может дать нам господа чьей тайне у него это право есть поэтому я прошу его о том чтобы он позволил мне быть полезным полезным вместе сан modulation не знаю что я могу буду делать на этом рынке святого имени. Можешь подметать, мусор убирать, как-то там товар подносить. Но вот какое может быть служение? Бахтинот такое описывает. Там разные виды служения на этом рынке святого имени. Мы все можем это делать. И вот я прошу, я прошу именно об этом, о том, чтобы позволить быть слугой его слуги, духовного учителя. По-моему, это самое лучшее благословение, которое мы можем просить у Бога. Потому что если мы просим возможности служить его преданным, вот так. Спасибо. Спасибо огромное. Юга Аватар, правда, что поделились этими сокровенными ощущениями и в то же время молитвами. Очень много, что мы сегодня можем подчеркнуть из самой лекции, конечно же, и из игр Господа Нитянанды. Сегодня также будет возможность, я думаю, еще многих преданных послушать другие лекции духовных учителей, огромное спасибо хотел вам выразить от нас всех за это настроение утреннее, как раз-таки очень важное для того, чтобы настроиться на этот день. Дорогие преданные, давайте поблагодарим Югу Аватару, если есть возможность, включать камеры, принесем свои смиренные поклоны. Как я благодарен вам, вы просто не представляете сегодня такую возможность позволить всем 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 благословим всем Господь. Гранд Арат Шимад Бхагаватам Ки Джа. Шлабру Пару Ки Джа. Самовета Бхаг Тавринда Ки Джа. Шинтянадарам Ки Джа. Нитайгор Примананды. Харива. Харива. Харива.